Он не прячет лица, понимает, отвертеться все равно не получится. Мужчина, подозреваемый в уголовном деле о мошенничестве. А это деньги, которые он с легкостью раздобыл благодаря своему таланту. Как говорится, вешать лапшу на уши. Установлено, что злоумышленник позвонил 85-летней москвичке и представился сотрудником юридической компании, с которой у женщины уже имелся договор. Звонивший предложил пенсионерке воспользоваться новой услугой по сбережению денежных средств. Пожилая женщина согласилась и, встретившись с ним на Ленинском проспекте у отделения банка, передала около 3 миллионов рублей. Женщина была уверена, ее деньги не просто будут в сохранности, а начнут работать и приносить доход. Он рассказывал, что у него капитал 8 миллионов рублей. Он выложил в фирму постоянно уже несколько лет, где он получает через каждые полгода 40%. 54-летний мужчина предложил пенсионерке услуги на особых условиях, так сказать, по знакомству. Мол, с его связями ее деньги окажутся на счете той же фирмы под те же проценты. От столь выгодного предложения дама решила не отказываться. Как позже сама пенсионерка признается, ее сгубила жадность. Она поверила, что в короткие сроки сможет разбогатеть. И это было фатальной ошибкой. На самом же деле деньги предпринимчивый мужчина собирался использовать исключительно в своих целях. Денежные средства вы от нее получали один раз? Два. Какие суммы были? 300 и 2 400. Что вы сделали с денежными средствами в дальнейшем? В дальнейшем они у меня в большей части сохранились. Еще никуда не выложил. Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к таким же преступлениям. И пока остается лишь догадываться, сколько человек он обещал озолотить на особых условиях. Александр Белогуров, Дмитрий Трудников, Петровка, 38.